Вокальные и танцевальные номера, инструментальная музыка звучали в этот вечер со сцены Видновской школы искусств. Юные артисты съехались из разных уголков Ленинского района, и каждому было что показать. Полина Сандыкова большую часть своей жизни танцует на пуантах. На концерте она выступила с номером «Эсмеральда». Я считаю, что я очень артистичная, что очень красивая. Вот вы сказали техничная. Техничная – это важно. Это танец, тем более, когда уже старший класс должен быть техничный. То есть это должна быть техника и вращение, и большие прыжки, и как и взрослые балерины. В репертуаре вокальной группы мелодия пока не так много песен. Вместе девочки поют меньше года. На сцене они чувствуют дружеское плечо и поэтому уверены в своих силах. И кто-то поздно не боял, раздольный голосом поет. Мне кажется, что в группе петь лучше, потому что сольно. Ты можешь где-то ошибиться, это будет только твоя вина, а здесь в общей группе ты, если ошибешься, то это хотя бы будет не так слишком заметно даже. Среди зрителей не только родители, хотя, наверное, их большинство. Здесь же педагоги и ученики школ искусств разных музыкальных специальностей. Анна Михалева в этом году оканчивает обучение по классу аккордеона. Считает, что умение играть на этом народном инструменте ей обязательно пригодится. Я приобрела большой опыт, умения, навыки, которыми я могу в течение всей жизни пользоваться. И это будет играть большую роль в моей жизни. Ну как ты их использовать будешь даже? На всевозможных концертах, также для себя, для души. Зрители в зале, несомненно, волнуются, но наибольшее волнение испытывают юные артисты, которые находятся здесь, за кулисами. Ведь через минуту-другую – выход на сцену. Никите Киселёву перед выступлением приходится в прямом смысле слова выкатывать свой музыкальный инструмент на сцену. Поклон? Без этого настоящему артисту никак и бурные аплодисменты. Поддержка зрителей очень важна. Концерт – это я дарю музыку людям. То есть мне главное сыграть по полной и подарить людям удовольствие. Удовольствие, несомненно, получили все – и зрители, и сами артисты. Директор Видновской школы искусств Лариса Похвалиева старается не пропускать подобных концертов. Я смотрю с удовольствием, потому что детская энергетика, их непосредственность, она как-то передается зрителю. И мне, естественно, я получаю большое удовольствие. Ежегодно ярмарка талантов собирает самые лучшие и яркие музыкальные номера, подводя концертом учеников школы искусств Ленинского района своеобразный творческий итог. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.